6 тысяч километров на восток, разница во времени в 5 часов и температуры зимой в 20 градусов. На карте Иркутская область, вторая по площади в Сибири. Но география перестает иметь значение, ведь в Прибайкалье есть целая белорусская деревня, магазины косметики и трикотажа с красно-зеленой вывеской, а по улицам ездят наши автобусы и троллейбусы. Межрегиональное сотрудничество намерены укреплять и расширять. И подтверждение тому визит делегации Иркутской области. В насыщенном рабочем графике обязательное посещение Белкоммунмаша. Российский регион переориентировался на нашу технику. Сегодня у нас есть что предложить. Мы полностью обновились в модельном ряду. Мы сегодня имеем уже решение, отправляем, скажем так, рядом туда нашу технику. Мы сегодня будем предлагать, понятное дело, традиционный троллейбус с автономным теперь уже ходом. Для них это будет новое решение. В этих цехах тонны металла сверкают искры. Здесь процесс изнутри сборки троллейбусов, электробусов. Расскажите, что в данный момент делаете вы? В данный момент я привариваю стойки каркаса электробусов. А как процесс длится вообще по времени? За сутки сколько можно собрать этих каркасов? Это как конструктор такой, да, собирают по большому счету? Ну да, за сутки не соберешься. За неделю, наверное, один каркас. После небольшой экскурсии тест-драйв последней модели электробуса второго поколения. С обновленным дизайном, модернизированной кабиной водителя и усовершенствованной батареей. Для знойного лета и максимального минуса зимой. Батарея должна работать минимум 10 лет без замены. Транспортная логистика в Иркутской области в приоритете. Для региона, богатого газом, нефтью, рудой, в котором самая дешевая электроэнергия в России и большие расстояния с севера на юг и с запада на восток в полторы тысячи километров, электротранспорт выгоден. Иркутская область это еще и Байкал, поэтому ставка на приставку ЭКО. Устные договоренности есть. И я вот сейчас поручил нашему министру экономического развития, чтобы сегодня и завтра в течение этих дней доработали максимально быструю покупку первых нескольких штук, для того, чтобы мы их отработали в зимний период времени. У нас все-таки 40 и больше градусов мороза. В Сибири знают не только нашу технику, любят молочную продукцию. Только первый минский молочный завод в российские регионы отправляет молоко, творог, глазированные сырки с долгими сроками хранения, энергонасыщенные йогурты. Объемы экспорта с каждым годом растут. Мы детализировали нашего покупателя по полу. У нас есть линейка для мужчин и для женщин, где адаптированы и оптимизированы сами наполнительные вкусы под категорию женщин, под мужчин. Там для женщин это ягоды оса, ягоды годжи, для мужчин это мак-орех, банан с клетчаткой. То есть это высокосбалансированный продукт, который очень хорошо высваивается и пользуется спросом как в территории Сибири Беларуси, так и в России. Россия – основной торговый партнер нашей страны. На ее долю приходится 40% белорусского экспорта. Среди основных услуг – транспортный, компьютерный, туристический. Такое межрегиональное сотрудничество направление не просто приоритетное. Фундамент отношений Минска и Москвы. Юлия Токарь, Николай Рузавин и Владимир Тиханович о новых договорах и договоренностях в твоем городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...